Я хорошо знаю, как тяжело найти адекватную помощь, когда ты решил бросить наркотики и начать все с чистого листа. В Саратове сотрудники ФСБ ликвидировали псевдоклинику, где истязали наркозависимых. Заставляли молиться и никуда не выпускали. Владельцев реабилитационного центра, больше похожего на колонию строгого режима, задержали полицейские в Омской области. 75% страдающих наркоманией – молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Когда-то и я был одним из них, кто входил в эту статистику. Я хорошо знаю, где жила наркоманская жизнь. Не понаслышке знаю, как тяжело найти адекватную помощь, когда ты решил бросить наркотики и начать все с чистого листа. Субтитры создавал DimaTorzok Мой наркоманский стаж 16 лет. Меня зовут Леха. И сейчас я тебе расскажу о той клинике, в которой ровно за 28 дней мой наркотический стаж превратился в горький опыт. И я начал новую жизнь. Не веришь? Я покажу тебе, как у меня это получилось. Мне главное, нужно было поверить только в себя. И у меня это получилось. Это я. И я тоже не мог поверить, что все это возможно. Что наркомания, она всегда может уйти из моей жизни. Эта процедура называется провокация. Пройдя ее, я убедился, что я и наркотик в большинстве несовместимые вещи. Второй шанс и надежду на жизнь, на человеческую жизнь мне подарили эти люди. Эта клиника открыла свои двери для первых пациентов еще в далеком 1993 году. За это время в ее стенах помощь была оказана более 10 тысяч пациентов. Автором методики и руководителем этой клиники является врач-психотерапевт Василенко Виталий Иванович. На поверку наркотик не настолько страшен, не настолько всесильный. И если есть желание, мы реально обещаем, убьем в тебе наркомана. Сделаем все, что ты полностью забудешь и очистишься от наркотиков. Но вторая часть – желание жить трезво. Желание жить в трезвом мире. Трезво радоваться, трезво грустить, трезво работать, отдыхать. Не всегда пациенты этого хотят. Поэтому вторая часть зависит от самого пациента. Его желание. Желание возвратиться в трезвый мир. Где есть выбор, где есть будущее, где ты не изгой, где ты не конченый, где ты человек. Большой профессиональный коллектив, который с пониманием и сочувствием относится к пациентам. Полная анонимность и ни капли презрения лежат в основе методов работы клиники доктора Василенко. Основная специализация которой – это избавление от синтетической опиумной и кокаиновой наркомании. А также алкоголизма и игромании. Специалисты клиники помогут не только преодолеть период абстиненции, то есть, другими словами, ломку. Но при необходимости помогут справиться с тревожным состоянием, паническими атаками и депрессией. Специалистами клиники будет проведена психологическая и поведенческая коррекция. Отличительной чертой метода доктора Василенко является тот факт, что больной поступает на лечение в клинику в сопровождении своего родного и близкого ему человека, который является созависимым, то есть, страдает и нуждается в помощи не менее самого больного. Метод доктора Василенко, который успешно применяется в стенах этой клиники, имеет свое название – лечение смертью. Каждый день в 8 часов вечера в этом зале ученики Виталия Ивановича на практике применяют его метод. В основе этого метода лежат сеансы жесткой групповой шоковой терапии, а также стрессового гипноза, целью которых является заложить в бессознательную часть личности пациента установку на то, что наркотик – это зло. Пациент раз и навсегда забывает о том, что наркотик когда-то приносил ему удовольствие. В памяти остаются только те воспоминания, связанные с наркотиком, которые приносят лишь страх, боль и страдания. Я на своем личном опыте убедился, что наркотик можно раз и навсегда вычеркнуть из своей жизни. Я теперь точно уверен, что наркомания излечима. И когда наступит тот день и то время, когда ты решишь и на раз и навсегда из своей жизни вычеркнуть наркотики, я хочу, чтобы ты помнил, что наркомания – это болезнь, которую эффективно могут лечить только врачи. Поэтому, чтобы для тебя лечение не превратилось в горький опыт, бесполезную трату времени и денег, я хочу, чтобы ты ответственно отнесся к выбору того места, где тебе будет оказана помощь. Редактор субтитров А.Семкин